а вот это экрана запишем так ну что ж ребята это всех касается потому что сейчас я буквально 10 минут займет а потом мы можем в режиме вопросов и ответов значит как выглядит типичное написание курсовой работы то есть сначала у вас должна быть какая-то теоретическая часть вот очень популярная тема связанная с имиджем политического лидера вот сейчас я вам скажу как бы универсальный алгоритм это и по другим темам тоже подходит скажем вы будете писать про выборы там собчак а например то вы соответственно сначала что должны написать какие есть вообще технологии лектора или должна быть сначала теория а вот а вы смотрите что делала собчак она все эти технологии использовала если использовала то как эффективно неэффективно хорошо там и тогда понимаете о чем вот и типичная история это вот про имидж до написать там имидж политика такого на выборах таких правильно но прежде чем писать соответственно практику нужно сначала дать определение для начала тогда правильно вот и у всех у вас будет что теоретическая часть первая глава будет теоретическая то есть вы где пишите даете определение вот поэтому не случайно я вам советую вот эту книжку на первом занятии политические технологии пиарами экрана гринбер здесь в интернете но если что я могу даже дать кому вот почему потому что здесь все и планирование практических компаний имиджевые стратегии здесь есть все принципе это как бы такой базисный учебничек электронном и в интернете поищите но помогло первое здание так не очень удобно вот это я могу дать просто кому-нибудь но только вернуть значит и так мы допустим вы пишете по политическому имиджи там кандидата президенты таком надо сначала дать определение что такое практически вообще-то у каждого из вас должно быть свое определение личное выстраданное понимаете вот вот вас ночью разбуди и до определенных книжек на самом деле не так много вот например вот эта книжка брауна имидж путь к успеху она дико старая но в ней написано например почему по деловому этикету все бизнесмены ходят синих костюмов белой рубашки черных ботинков почему так принято не в черном а в темности почему потому что черный это какой цвет похоронный поэтому еще встречаются нашей стране люди которые читают черный цвет это как бы бизнес этики есть такие но это их проблемы как говорится вот я помню как то это тоже летал на какое-то повышение а какие-то мероприятия были короче самаре что ли смотрю значит делегация немских немецких бизнесменов все в синих костюмах чемоданчик имела с этими на колесиках одинок бизнес прямо вот все одинок там один был какой-то не помню что было ну короче как-то выделялся а все остальные как будто их там вот знаете забрели в армию и значит все одна из самых лучших них вот это валикжанин введение в политическую миджологию она мне есть pdf если будет себя хорошо вести я его загружу в эту папочку обязательно значит она чем хорошие тем что там хотя бы есть несколько определений так вот написано значит что идти с ними что-то то-то характеристики там и прочь вот эта вот книжка герой пункта ряда она подойдет и для бизнеса если вы вдруг хотите заниматься политикой то она принципе подойдет и бизнес единственно что мне не очень нравятся архетипы как вот вообще тема но что-то в этом есть то есть можно от этой книжки тоже отталкиваться когда-либо вы сами будете избираться либо будете кого-то консультировать либо будете кого-то описывать изучая дата вы говорите вот это имидж скажем бунтаря поэтому если он бунтарь то ему надо что что-то неформальное там бородку какой козлиную как эдуарда лимонова что-то там на баррикады прыгает наши это еще играете вышел бунтарь вот неплохая книжка образы российской власти от пиццы надо путина подрезать под редакцией елена борисовна шестопал это известный наш психолог она очень там интересно пишет что значит на каких психологических пунктов строится имиджи ельцина путина тогда и других фактически лидер политическое миджи логи тоже неплохая книжка и почерцов профессии имиджмейкер принципе можно почитать и быть другие книжки почерцова другое дело что они все какие-то одинаковые там куски текста переставляются за свои книжки другой в разном порядке а и вот тоже неплохая книжка политический миф в ней в частности обосновывается что время идеология но так немножко загруглилась вместо идеологии теперь политическое михотворчество вопросы засыпку там не может дать определение что такое имидж вы научились образ человека но дальше тепло тепло то есть это где-то не образ то есть это образ но не просто образ потому что у любого человека есть образ даже если он не занимается ими он образ все равно возникает а имидж это какой образ нет не совокупный который что который формирует это большая разница поэтому если бы образ и имидж было одно и то же мы бы тогда слова имидж бы не привлекали нам бы тогда это слово не понадобилось потому что имидж это не просто нет он же переводится с английского имидж это и есть образ но мы в нашей терминологии использую нет слова образ а именно имидж почему потому что это другое понятие это как специальное мероприятие и вы давно не говорят чтобы подчеркнуть что это супер спец мероприятие значит смотрите давайте вот краткое определение дадим то есть это специально создаваемый образ то есть это не просто образ который стихийно возьми образ у всех возникает стихийно если вы не занимаетесь его конструированием а это специально созданный предмет преднамеренно то есть вы не просто его создаете то а вы его преднамеренно вы знаете что надо его создать со злым умыслом каким манипулировать другими формируемый устойчивый социально типа еще это устойчивый важно же создать не просто образ а устойчивый нет да и еще эмоционально окрашенная почему эмоционально окрашен мы же пиарщики нам же нужно подать жару потому что рациональное плохо запоминается запоминается эмоционально образ способствующий становлению определенного мнения представления в отношении политического деятеля или государственного чиновника то есть это мы преднамеренным и говорит нам нужен именно такой галстучий нам нужна именно такая причесочка нам нужно именно про это говорить почему потому что так нужно если другие определения вы как бы их прочитайте это мое как бы определение которое на самом деле она увлекшение нас парова напуск немножко подкорректирована упрощена я бы так сказал но в принципе я считаю что в этом что то есть это не просто образ который стихийно формируется а это целенаправленно скоструируем значит вот опять же у этого валик жанина есть отличительные характеристики любого имиджа чтобы мы считали что это именно имидж этот имидж должен удовлетворять вот этим характеристика во первых он виртуальный что это значит это значит что мы с реальным человеком с политиком владимира владимирович путина ни разу в лично не встречались кто встречался личность хотя бы губернатор а а нет ну хотя бы вы увидели из блика насколько близко а он там выступал или просто сидел она выступал то есть вы как бы видели человека в живую принципе довольно близко до теперь заметили ли вы разницу между тем что вы видели по телевизору и тем что вы видели лично вот из первого ряда или примерно тоже было ну хотя бы там небольшой я думаю что есть большая разница в личном общении то что но виртуально это значит что обычные люди первую очередь их представление складывается не из непосредственного общения а из средств массовой информации причем даже новый стивилизера очень важно но из газеты радио публикации и прочее поэтому он виртуальный потому что мы редко очень прямо встречаемся живым политическим лидером прямо и можем с ним общаться реально это очень пошаре вот но в лучшем случае от выборов до выборов вам пришел какой-нибудь депутат что-то поговорила с ним пять минут говорили символичность что это значит это значит что обычно вот это вот впечатление складывается как некий символ он должен что-то символизировать отсюда символичность что если этого символа нет он тогда и не запоминается он тогда и не становится именно имиджем вот так и остается образом без символ и смысла ну вот например да у нас есть классический символ да это ельцин на танк когда вот был гпчп и вот это как бы его самый основной символ путь у нас еще бы на самолете до мочить артиру вот это его как бы тоже а мифичность что значит мифичность мифическое осознание относит нас к пивобытным так сказать инстинктов и мифом которые ну вот стать мифологическое осознание мифы древней грекции сказки русские китайские предания и прочее а в этих сказках в этих мифах очень часто это замечено это во первых обыденное сознание то есть не научно то есть там очень много фактов которые вообще не имеет никакого основания но то же самое время они имеют отношения например нет и древней греции долго считалось что это все выдумано потом один ученый такой говорит ну может быть трое действительно существовало пойду кае покопаю мифологическое осознание обычно оперируют какими-то образами которые когда-то были в истории но связи между этими субъектами они мифологический характер носит то есть там какой-то герой значит могущественный полетел на небо встретился с зевсом там еще что-то короче какие-то такие связи мифологические причем они очень часто противоречат друг другу например у нас есть такая тема что вот путин хороший но бояре плохие есть такое но это же противоречие потому что он уже сколько лет у власти он же их всех назначен вы понимаете это же очевидно но для массового сознания вот именно но это это нормально люди все равно считают будет хорошим бояре плохие потому что мифологическое сознание она вот эти противоречия не чувствую то есть они логические противоречия но это нормально значит дальше стереотипность да это одетки обобщение которые вот вот они укоренились да и все в обществе и наконец последний элемент что любой имидж чтобы быть именно имиджа должен быть селективным то есть какие-то элементы в образе человек выпячивать а какие-то при уменьшаем опять же владимир владимирович что преувеличивается его физическое состояние значит его брутальность и так далее так далее почему а потому что на этом как бы строится весь хотя на по поводу физического состояния мы не знаем потому что например за все его время его правления не было ни одного медицинского комьюте что он там заболел гриппом вы верите что можно в течение двадцати четырех лет ни разу не болеть гриппом кто прививался не было официально это было только заявление что привелся никаких там медицинских справок что привитом на госуслугах я к чему плане потому что это селективность понимаете мы какие-то характеристики выпячиваем какие-то наоборот убираем есть еще измерения или параметры любого имиджа первое на что все обращают внимание это образ который мы видим на графе видео это первое да потому что у нас самый ведущий орган восприятие информации как по глазам не уж и не тактильные не вкус а глаза большую часть информации мы воспринимаем через глаза 90 процентов поэтому вот такая вот у всех очки потому что слишком много перегружаются глаза давайте а и что мы видим да мы видим на прошлом занятии уже об этом говорю большинство политиков современных европейского типа они выглядят стандартно бритые костюма белок рубашка правильно почему потому что так принято желательно без усов ну есть конечно отклонение батька у нас с усами но он из себя изображает кого сельской местности он все время это подчеркивает а вот а потом есть культуры где скажем в исламских культурах у них принято борода без бороды нельзя поэтому мы делаем скидку что есть требования по имиджу политического лидера для восточных стран для европейских стран для азиатских стран для исламских стран все-таки есть культурная такая специфика значит дальше это называется кинетический то есть как он выглядит а вот как он выглядит а есть еще вербальный вербальный это голос то есть как люди говорят с какой какой тембр голоса приятно неприятно у меня допустим что слишком несут а есть у нас личинка который таким баритоном прекрасный голос для выступления по телевизору о чем то еще бывают люди с пистлявыми глазами площадь тяжело бывает там политологиня шульман да она у нее очень быстрый темп речи как у меня тоже такая проблема тоже плохо 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 воспринимать нужно чтобы он был как бы такой тембр и стилистика речи чтобы она ну как бы нравилось это очень поэтому в том числе мало женщин политиков что у них голос хотя другой стороны у голосовых помощников чаще все женский голос почему потому что женщин больше вызывает доверие опросы проводились исследования проводились и установили все эти эти компании что телефонистом голосовой помощницы лучше будет женский голос хотя можно включить мужской но ну а давайте посмотрим смотрите это у нас видео с господином лукашенко и и вы понимаете да о чем я говорю да это такой у него тембр голоса это для в белоруссии нормальный акцент но он его все время воспроизводит он мог бы от него избавиться потому что это такая стилистическая особенность такая понимаете что я простой человек из деревни знаете и тем самым делать себя что ближе к людям поэтому профессор быков лета станет президентом россии а вот какой тропотяга с урал вагонзавод да может да и это делает ему узнаваем поэтому это вот очень важная тема какие там есть акценты сорные слова там но главное чтобы нравилось чтобы он был такой аутентичный при этом чуть-чуть отличался других нельзя вот я помню когда медведев пришел стал президентом у него вот просто можно было выключить изображение и вы не поймете кто говорит путина или медведи них одинаково было стилистик просто одинак а чаще всего вот эти два параметра кинетический то есть визуальный и вербальный их определяют как телеги личность то есть насколько человек в телевизоре хорошо выглядит картинки в двигающейся не статичный просто фотографии а вот именно как вы него какие у него там жесты как он там что-то шевелит ртом там усами там еще что-то знаете это очень важно потому что люди сразу понимают либо доверять надо не доверять есть еще третье измерение который называется контекстный образ то есть то в каком контексте на я проводил исследование замерял как раз имиджи и например вот милонова да у него на фотографии икона точности кабинете чтобы что подчеркнула церковленный это это добавляет его образу соответствующие положительность его точки зрения момент а у медведева когда он стал президентом что он с айфона он с цукенбергом встречался подарил футболку там было написано фейсбук вы об этом не знаете нет там еще выливали а вы еще прибудите уже родились так значит смотрите я помню как он же был у нас блогером youtube живом журнале и у него первое было значит выступление мне вот как вот он сидел как я сейчас тут у него компьютера он что-то народу там раз зачем ему был компьютер он им не пользовался не дверь что он наш там типа с народом он на компьютере тоже вот теперь смотрите я специально для вас вот эти четыре фотографии представлены кого бы видел это не старше младше коленька до коли спрашивает лукашенко смотрите вот смотрите вот в левом верхнем углу а не знаю хорошо ли вы видите это барак обама справа потом поленька идет потом лукашенко а потом идет мишель обама это официальная фотография с госдепа сша значит смотрите вот это значит лукашенко на официальных встречах с президентом россии смотрите какой контекстный образ какой контекстный семейный заботится о своем сынуле сынуля красивый хороший это на самом деле пиар ход это было посоветовано пиар агентством лично лукашенко что надо так делать потому что тем самым вот эти негативные отношения к диктатору последнего диктатора беларуси будет за рубежом снижаться снижается не очень но это не значит что ничего делать не надо значит смотрите как бы это такая специфика а с другой стороны мы посмотрим какой-нибудь азербайджан папа передал сыну оливье все тики-пуки правильно зато преемственность понятно сначала был попали теперь сыном и чем проблема вот я к чему клоню к тому что вот этот контекстный образ это типичное окружение семья гаджеты увлечения спорт вид спорта да там какие-то другие увлечения они что говорят людям положительно что я так уже просто человек я тоже там люблю пиво выпить там или на футбол сходить да и он становится как бы ближе а но владимир владимирович вот он с компьютерами не очень и это как бы видно сразу о чем мы там разговариваем друзья мои друзья мои о чем мы разговариваем не надо разговаривать пожалуйста запись идет так значит смотрите последний компонент и любого имиджа это его событий не образ то есть то в каких событиях он участвует и как он не участвует вот эта фотография предвыборного плаката листовки лукашенко начала 90-х годов где он пишет читаю сегодня молодые и их энергия нужны нашей стране лукашенко намерен сделать молодых талантливых образованных людей главными действующими лица и тогда лукашенко это ваш шанс это ваш правильный выбор ведь он говорил что ты хорошо тогда думала бы вот то есть событийный образ это впечатление которое вызывает возникают где когда не видят как вот здесь не видят в чем-то участку в каких-то делах это могут быть вот какие-то публичные речи это могут быть не знаю сходить поликлинику там дико видны и там вы знаете у нас ходил в клинику вот то есть получается что что когда мы делаем впечатление о человеке мы принимаем в первую очередь во внимание как он выглядит как он говорит даже не что он давать большинство не понимаешь вообще говорят они как бы вот их а общее впечатление нравится мне на поэтому телегиничность это понятно но при этом не нужно быть слишком красиво это не обязательно нужно быть просто станики лично человек можно простой а странно очень как бы период человек может быть не очень красивый но у него может быть очень хороший голос и защитного по счет умения говорить он может привлекать большое количество людей человек может быть совершенно невзрачным но при этом он может участвовать каких-то политических событиях так что за ним будет огромная толпа народа понимаете поэтому это как бы это компоненты но они у каждого собираются разные как бы как кубик рубика в разные узоры вот в последние годы очень востребовано новое такое явление не телеги личность а именно адаптивность к социальным медиа выступить ю тубе там что-нибудь там сморозить какую-нибудь глупость там какой-нибудь отбрить каких-нибудь ролей как-нибудь оригинально социальных сетях вот это сейчас очень вас требовал уметь как бы провести стрим там и так далее там дальше я уже заканчиваю соответственно есть архетипы вот книжку читаем до самой востребованы в нашей стране какой это правитель еще назвать технократ у нас губернатор технократ политика не интересуется что делает работает раньше называли до технократов они назывались крепкими хозяйственниками то есть такой был термин как наш кандидат крепкий хозяйственник а значит сделал какой-нибудь завод починит и всю губернию ну например знаю вот у нас был кандидат вот кстати на тех выборах на тех а перед теми выборами предыдущие выборы президента россии там был такой миллионер если вы помните как его прохоров по он кстати мог бы не определенных обстоятельствах а грудинин был очень хороший в прошлом на прошлых выборах очень хороший был кандидат почему потому что генеральный директор колхоза совпоза значит умеет работать вот крепкий ходить значит каких-то условиях востребованы вот эти герой будет бунта и так далее почитайте разницу и последнее что я хотел сказать и на этом я закончу можно ли посчитать и сравнить имиджи разных людей по опросам как бы людей по фокус-группам можно есть соответствующий метод называется метод семантического то есть можно посчитать это математически что у этого образ лучше у этого хуже что мы делаем мы сажаем людей аудиторию показываем им видео показываем фотографии вот то что я показывал показываю мы каких-то вот вот это вот событийный имидж показываем вот этот вот как это как-то я назвал контекстный образ то есть как в контексте такая у него семья как они уже вообще как он с ними общается и а если нет если нет ну нет значит тогда это и соответственно мы спрашиваем как вы считаете этот политик сильный или слабый и делается такая шкала значит минус 3 это очень слабый минус 2 это слабый минус 1 скорее слабый но ли это не то ничего и потом идет один сильный очень очень мощь почему для политика нужно быть сильным кому же нужен вы же выбираете человека который будет руководить страной губер еще должен быть сильно по определению это же ваш лидер кому нужен слабый лидер который там кого выбираем мы выбираем военного вождя и на всякий случай главнокомандующим поэтому все политики сильные а что делать женщину особенно с красивыми ним тяжело но тогда выходит на ринг железная леди знаете маргарет тэйч у которой не забалуешь она леди но железная понимаете о чем не просто сказал как отрезал война на фаркетском сразу наш война бой биться до последнего это не значит что женщина должна выглядеть как бы мужеподобно не но просто она не должна к этому то там что-то расчискивать там что-то там дайте какие-то я не знаю там показывать какие-то вот женские черты характера нет этого совершенно не поворота же просто спокойно то есть это не апеллировать каким-то женским моментом а просто позициями себя как политика ну там варгарте чем мать двоих детей но она нигде не вытащил зачем все я политик вы за политика голосуйте они за женщин а дальше мы спрашиваем а это как вы считаете политик активный или пассивный тоже по этой шкале минус и потом эти данные суммируются подсчитываются и вы получаете да у этого политика больше таких таких а у этого меньше и почему политик должен быть активно почему семантический дифференциал потому что это оппозиция либо вы активны либо вы пассивный пассивно это что значит ничего не предлагает ничего не делает а вот а политик же должен быть активным да если понимаете я делала вот такие опросы и если что недорого сделать значит смысл в чем в том что скажем я делал кроме лона вода у него было ну как бы доля его голосов было что вот она активный что он скорее хорошо хотя в целом он более считался все-таки слабым пассивным и нехорошим вот поэтому его потенциал в принципе довольно на губернатора еще можно но вот на президента вряд ли так и хороший или плохой вы как считаете в целом это человек хороший или плохой соответственно тоже минус три это ужасно минус 2 вот например поэтому кстати у пригожина тоже на должность президента большинство его считают очень плохим да есть какая-то доля населения которые считают пригожина я думаю очень хорошим крутым но так специфически она большинство они думают это что нас чем будет за опоздание кувалдой матчей пока нет попровода никто не проголосует значит можно было сделать еще и другие например умный вы считаете этот умный или не умный но для политиков вот все остальные параметры вот этого дифференциала они не нужны допустим был в сша такой политика буш-марш более блатного студента представить себе невозможно получала не бойки ну точнее тройки у него успеваемость было ниже плинтуса он потом 10 лет бухал как этот самый потом значит кодировался говорил что я победил эту болезнь и тем не менее его избрали несмотря то что все знали что он в общем потому что для политика это не главное это не имеет вообще никакого значения поэтому для политика да он даже не обязательно должен быть он был особо сильным профессором каким зачем он горит я от народа лукашенко у меня два образования приходских ну и что зато я знаю я от народа но если мы конечно говорим о реальных выборах так все по моему на это а еще один слайд есть а вопрос комментарий есть вопросы комментарии это это как бы основы только это вот как бы вот мое впечатление мое мнение то есть я могу как бы прийти сказать вот давайте мы померяем вашего кандидата посмотрим как на него реагирует фокус-группа положительно отрицательно что его поменять как ему подстричься побриться но например мы несколько лет назад там два года назад обсуждали вот эти темы да я говорю вот например возьмем губернатора у него усы надо сбрить на следующий день он бред я ему не советовал кто-то его посоветов потому что ну как бы политехнологии думают одинаково почему нужно сбрить усы человек что-то скрывает с бородой с усами не хорошо статью милонова тоже продаются что не очень хорошо что-то скрывал вот это это не универсальный как бы да понятно что человек может быть ну сильно плохо видит он и носит очки вот скажем путину на самом деле надо носить он их минут потому что значит много раз замечали что у него на бумаге вот такими буквами все напечатан когда он делает выступление такими букв огромными но у него дальнозоркость но дальнозоркость поэтому например многие говорят о чем так далеко сидит там с макроном там или еще с кем-то он прекрасно их видит они его ближе не нужны он их прекрасные так издалека видит вот ну короче я к чему клоню потому что вы берете книжечку учебник скажем по 5 налогов и спешите имидж это то-то плата потом и пишите вот стратегии значит имиджу да вот тут ну передовым можете цитировать значит я вас научу потом волос вот значит например имиджевые стратегии формирования имиджа вот такие тут мирование межапартии померяне же политику вот какие-то технологии давайте переписывать а потом вы берете уже реальный кейс говорите вот в учебниках одно они делают вот так понимаете так все написали давайте посмотрим почему я звонил понял сейчас будем читать так время у нас все это остановить запись все